Думаю, вы на моём канале уже видели ролики с посылками из магазина сувениров Аман Маркет. В нём вы можете купить себе кружку, чтоб пить чайок, фигурки по доте, чтоб возле Моника поставить, повесить на ключи ДК-хук и накупить ещё много разных крутых штук. Если хотите показать друзьям, кто здесь главный дотер, то заказывайте себе такие же ништяки с бесплатной доставкой по ссылке в описании. Кстати, там сейчас идёт жёсткая распродажа. Привет всем, с вами ТОП ДОТА. Гулял я вечером по реддиту, смотрел всякие рофлики про дотанчик, гифочки, моменты со стримов и наткнулся на парочку очень интересных фишек, о которых я до этого не слышал. Я это всё попробовал поюзать в самой игре, случайно сам ещё кое-что нашёл и в итоге обнаружил, что у меня уже практически готовый видос, так что смотрим. Ну и как обычно, если вы нажмёте лукас под видосом, то вы нажмёте лукас под видосом. А мне конечно же будет приятно. Поехали. Первая на сегодня фишка – это абуз бэкпэка. Странно, если бы это было что-то другое, учитывая, что у нас сегодня все фишки – это абуз бэкпэка, но тем не менее. В общем, если у вас есть даггер и погоня врагов на хвосте, то вы можете очень легко от неё оторваться, ведь мы играем в доту 3, и тут это возможно. Как мы все знаем, если вас дубасят по голове, то сделать даггераут нельзя целых 3 секунды с момента последнего удара, но здесь есть хитрость. Если мы засовываем даггер в бэкпэк и сразу вытаскиваем обратно, то получается очень интересная штука. Начинает идти 6 секундный кулдаун от этого самого бэкпэка, но пропадает кулдаун от урона. То есть вас дубасят, а вам всё равно. И это можно очень просто использовать. Ставим себе квиккасты и спамим кнопку даггера. Как только заканчивается 6 секунд, даггер у вас будет активным, пока вы вновь не получите тычку. И вот как раз в этот момент нужно успеть сделать квиккаст и улететь вдаль. Возможно на словах звучит это всё как-то замудрёно, но в игре это не так уж сложно реализовать, особенно если немножко потренироваться. Ну и конечно же, если вас не месит 5 человек сразу, хотя в таком случае вы наверное и 6 секунд не переживёте, так что ничего страшного. Следующая фишка – это абуз бэкпэка во время лайнинга. Не знаю баг это или нет, но предметы можно спокойно таскать туда-сюда между слотами и не получать никакого кулдауна, если вы находитесь возле боковой лавки. Это довольно интересная особенность и вы просто обязаны её юзать во время игры, например если у вас в бэкпаке заряженные стики, то во время файта на лавке можно легко их проклацать безо всяких штрафов и тут же закинуть обратно. То же самое с арканами, фейри фаером, манго и вообще с чем угодно. Так что пользуйтесь, пока это не все знают. Ну и третий лайфхак – он пригодится уже наоборот в лейт стадиях игры. Хотя конечно юзать его можно хоть с первых секунд, но самую большую пользу он инха принесёт именно в лейте. Если вы находитесь не в районе боковой лавки, то тут уже начинаются проблемы, потому что просто так всё юзать у вас не получится. И особенно это становится проблемой, если у вас много слотов, а в ранце лежит что-то очень важное. И вот что можно сделать. Просто перетаскиваем этот предмет не себе в рюкзак, а в рюкзак своего тиммейта. И он в свою очередь быстро отдаёт вам. Я не знаю как именно это работает, но в таком случае кулдауна нет вообще. Допустим вы катаетесь за керри, у которого 7 слотов. У вас пропадает аегис, вы резаетесь в замесе, жмёте бкб и быстро передаёте своему братёне какой-то свой итем, который валяется в бэкпаке, например дайдаус. Он вам его отдаёт и вы уже сразу всех нарезаете, вместо того чтобы терять время. Если вы сидите в скайпе, имеете быстрые пальцы и понимаете друг друга, то весь этот танец бубном займёт секунду или полторы, вместо 6 кулдаунов бэкпэка. Ну и понятное дело можно найти много применений для этой штуки, так что не забывайте дополнять меня в комментах. И на этом сегодня всё, обязательно лукостите если узнали для себя что-то новое, подписывайтесь на канал конечно же, чтобы не пропустить видосики, ну и до скорых встреч, удачи! И кстати у меня на странице вк появились итоги по последнему розыгрыше Арканки на Манки Кинга, так что заходите и чекайте, возможно победили именно вы. потому что победитель мне до сих пор не отписал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok